БОБРУЙСКИ БОБРУЙСКИ С бабушкой за руку Маша, смеясь, идет навстречу видеокамере. Опираясь на столешницу, девочка делает немыслимый для родных переход от одного угла стола к другому. Журналист Ирина Рябова расследовала грустную историю, раскопала счастливую – историю семьи Сычевских. Машенька Сычевская, бобручанка семилетняя, первый ребенок в Беларуси с диагнозом ДЦП третьей степени, в которой сделали операцию по трансплантации стволовых клеток. Диагноз ДЦП Маше поставили в три года. Девочка могла только сидеть. Одежда была, но перспектив как бы не было. Сегодня сотрудников Минского реабилитационного центра для детей с ДЦП бабушка Тамара помнит поименно. Яковлеву, Александру Николаевичу, Шалькевичу и всем, кто нам помогал, Тришиной Юлии Валерьевне. Мама Маши разговаривать с журналистами наотрез отказалась, но ее по праву можно считать героем. Клетки брались со спинного мозга, живые клетки. Было это все без наркоза, без заморозки, все было на живую. Через три дня после операции Маша не только встала на ножки, но и оседлала велосипед. Первый ребенок с удивлением сказал, бабушка, посмотри, у меня ножка стоит. И мы поехали на велосипеде. Три часа мы катались без перерыва. По самым оптимистичным прогнозам, к Новому году Машенька пойдет самостоятельно, а в следующем году дотопает до школы. Очень надеемся, что Новый год мы будем встречать уже на своих ногах. Николаевич сказал, просто ждать. Диана Унфольд, Евгений Кожухов. Сегодня в Бобруйске. Место, где рождается счастье. Полтора года назад торжественно открылся обновленный корпус Бобруйского роддома. И первый значимый юбилей. Накануне Дня Матери 10 октября здесь появился пятитысячный ребенок. У вас мальчик, вес 4700. Шесть часов родов после первых слов врача забытый. Я испытала огромное счастье, что у меня уже появился сыночек. Очень счастливы мы все, всей семьей. Молодой отец узнал о рождении сына накануне вечером. Радость была. Огромное, непередаваемое ощущение. Сразу обзвонил всех друзей, знакомых. Поделился своим счастьем, что родился такой богатырь сынуля. Старшая дочь, четырехлетняя Лиза, с нетерпением ждет маму с роддома. Я скучала по маме и по братику. Руководство города сегодня поздравляло всех родителей. Но только юбиляры получили сертификат на 5 миллионов рублей. Главная задача, чтобы была полноценная, добрая семья. Потому что это, наверное, самое большое счастье для ребенка, который в ней воспитывается. Для Екатерины с ребенком сюрпризы не заканчиваются. Основной подарок и ждет дома. Через несколько часов поздравление закончится. Семья Зинович в новом составе вернется домой и начнется новый этап жизни со своими печальными и радостями. Время счастливых открытий не только для ребенка, но и для молодых родителей. Елена Садовская, Евгений Кожаков. Сегодня в Бобруйске. Спящая красавица в Бобруйске. Спящая, потому что она, ну сколько это получилось, полтора столетия проспала в склепе, в гробу, на подвесных цепях. На улице Ванцете строители обнаружили фамильный склеп, в котором прекрасно сохранилось тело девушки, умершей в 1812 году. Это всего лишь одно маленькое, но интересное событие в истории улицы раскопала журналист газеты «Коммерческий курьер» Галина Чарук. Летопись в пять километров вместила в себя воспоминания о ГУЛАГе, легенды Форштата и много других малоизвестных фактов об улице Ванцете. И не поместилась в одном номере издания. Вы в курсе, почему у нас район на Форштате скрипочка называется именно на скрипочкой. Что связывает Бобруйск и президенты Чехословакии? И как разговаривали в начале прошлого века Бобруйск и Париж? Продолжение ждет читателей на следующей неделе. А сегодня из других материалов журналистов газеты «Коммерческий курьер» вы узнаете о современных приключениях бобручан в Турции, на каком этапе молодежный парк и о том, что бобручане любят погорячее. Служба на дому. Кому положена отсрочка, кто не подлежит призыву. Материалы прямой линии подробно в статье журналиста газеты «Вечерний Бобруйск» Ирины Рябовой. Сейчас в стране финальный этап осенней призывной кампании. На вопросы призывников и родителей отвечал военный комиссар Бобруйска, Бобруйского, Глузского и Кировского районов подполковник Алексей Березовский. А из других материалов газеты «Вечерний Бобруйск» вы узнаете, что нужно достроить в городе на Березине, кто поможет создать генеалогическое древо и какова сегодня средняя зарплата в городе. Роды на дому. И дети вполне здоровые, бегают, радуются жизни. Роды в больнице, роды в воде, роды в спальне. Что естественно, а что безрассудно. Бобруйчанки сегодня сами выбирают, где и как рожать. Журналист газеты «Бобруйское житё» Анастасия Кострица провела собственное расследование по родовым следам. В одном случае помог муж родить жене. Сколько стоит акушер на дому и стоит ли рисковать жизнью матери и ребенка? В материале Анастасия Кострица. А ее коллеги из газеты «Бобруйское житё» расскажут, есть ли у вас шанс стать ведущим ток-шоу, как бобруйские школьники попали в сладкий рай и чем опасна и трудна профессия сыщик. День матери в Бобруйске едва ли не самый насыщенный событиями день в году. Нотариусы провели бесплатные консультации, многодетные мамы бесплатно воспользовались услугами стилистов и парикмахеров. По традиции, чествовать матерей будут целую неделю. Но день главной женщины в жизни каждого человека закончился поздравлениями от руководства города и бобруйчан. Счастье женщины любой. Это счастье в своих детях. И это в первую очередь. Пожелал бы здоровья побольше всем матерям, чтобы дети были здоровые, чтобы всегда приносили радость, чтобы было тепло и уют дома. Крепкого здоровья своим мамочкам любимым, чтобы они никогда не болели. Я обещаю маме хорошо учиться и быть хорошим сыном. Самый светлый праздник года 14 октября белорусы празднуют День Матери. Такая дата выбрана не случайно. В этот день Православная Церковь празднует покров Святой Богородицы. И в силе души моей я обойдусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова